всем привет еще раз 1 октября по-прежнему пивная пятиминутка илья сейчас я буду говорить потише потому что все легли спать кроме жены она у меня сегодня у роли режиссера скажи привет такого я конечно не ожидал в общем вот это пиво которое подошло к просроку и надо его срочно выпить поэтому я его потащил сюда аж в другой город это у нас crazy брю который тоже продается в пятерочке так вот он выглядит если к вам завезли то конечно же его видели то есть там два crazy брю завозили точнее по моим до сих пор завозит или я уже не видел последнее время это диди диди ошибка была которую я обозревал на триповой неделе и вот эту штуку я не покупал но как-то зашел терочку и смотрю она вместо 130 рублей стоит там 89 что-то я такой охрене не взять ну вот принципе поэтому она сейчас здесь на столе так бы вряд ли бы я дошел до этого пива фирменная пробочка crazy брю все красиво все прилично в крафтовых историях если кто не помнит это у нас нижний тагил крафтовая пивальня только у них свой завод они никак волковская варится на как волковская варится на мощностях им пока эти ребята они не варятся на мощностях тагильского пива у них своя пивоварня такие дела в принципе наши соседи так-то сверловская область нижний тагил так чё у нас здесь вообще слушайте от такого совпадения интересное что это тоже white то есть это тоже белое пиво я даже как бы не специально рассчитывал да там тоже белая только тут крафтовики они поэтому по-английски написали white там тоже шахан был белый белое тут у нас ну смотрите даже цвет но похож только насыщенный конечно но крафтовики и мотив насыщенный цвет ну вот ох тут и осадок такой хорошечный осадок вот вот она аромат тот же самый цитрусовый идет типа бланша но это не бланш потому что там нету добавления давайте к так тут есть какая какой-то это нос как-то назвать то текст какой то есть от пивоварни какой-то посыл я бы сказал да или как говорят продвинутый месседж сначала я прочитаю состав это самое интересное а потом пройдемся по все этикеточки что мы там интересного можем вычитать просто я очень сейчас хочу сравнить с шаханом белая разницу в составе вода питьевая подготовленная сол пиварень чменный светлый соло пшеничный бот блять и войти вот она разница пшеничка это должен белая там должна быть зацепь пшенички хмель дрожжи пивные верхового выражения это у нас эль но в шахане я сомневаюсь что это был эль это стопудово лагерок был который был вот этими как там был написан то ароматизаторами ароматизаторами было замаскировано под белое пиво тут все натуральное вот как то так вот мы вот я вам и показал разницу между настоящим белым и вот фальшивым но фальшивые вот они ароматизаторами сделали принципе прилично очень это знаете как это как китайская подделка вот машины китайцы любят вода вот не подделка а вот копия копия вот почему подделка китайская копия машина вот они прямо вот и дизайн и все вот этот и называют своим этим все прямо копируют насколько я помню там и бэхи чё-то пятерки что лили ну что такое было и вот выглядит один в один но название свое то есть то и как бы это нет такие ребята они не парятся насчет спиздить у кого-то что-то скопировать и все у них за это ничего не будет то есть шихан они в принципе сделали такую же копию не настоящая но вот так вот и смотрите в этой в этом белом пиве нишу не просто пять уже алкоголя а там кстати тоже было немало алкоголя 12 плотности нормально обею 20 так туда же они на о люблю крафта веков они же расписывают все хмель 3 tradition и селект они и расписали и солода пилснер вид к карамбер ну вот вид мне кажется и дает вот этот вот специфический цвет белого пива фут пейринг креветки стейк лимон пай лимонный пирог прикольно так pink queen white pink queen название как бы все окей чё еще не прочитал то плотность прочитал алкоголь бутылочка 05 купил по скидке в принципе если за 89 где-то я его брал но ниже сотки даже не 99 это стопору там был приличная очень скидка не знаю почему видимо ну в пятерочку не ходят такие люди которые берут крафтовые его дороже ну или просто в принципе пилотом дороже сотки так это я прочитал окра и землю серловская область город нижний тагилл состав прочитал в принципе вроде ничего не забыл не за то бывает а тут вот я сказал месседж тут идет у нас друзья готовьте черно-белый фильм черно-белые фильтры камеры ваших гаджетах команда crazy бюро просит вас не стучать по стеклу не трясите и не бросайте бутылку ведь белый пингвин вас не видит и не слышит но очень любит вы не видите пингвина а он здесь обожаю эту фразу нет не именно про пингвина фразу вот ты вот вот это чуть видишь нет а он есть буквально вчера позавчера что суслика это из фильма дмб суслика в поле видишь нет а он есть в общем смотрите пенка спала цвет чуть чуть-чуть насыщеннее чем уж хана аромат по мне так вообще совпадает он очень лайтовый прямо очень латовый и чуть-чуть цитрусовый пробуем ну и сказал я уже тут взвесь такая плавает жуткая это дрожжики а кстати пиво вчера вышло из срока чуть-чуть я не успел вчера хотел но не смог потому что сами видели сколько видосов я записал вчера у меня не получилось долго на кб задолбал своими новинками хреновыми ну или полу хреновыми практически я почти что то же самое пил слушать а блин шаханта молодцы хорошо подделали ну хороший у них это копия была если считать что это крафт но если сделать еще сноску на то что это пиво уже вышло из срока так а розлито она была окна живет не год было первого февраля был розлив я думаю если бы она было намного свежее то было бы насыщенней может быть ну да это в принципе то же самое переплачивать если вы живете в этом районе пень там башкирия где продается это это пиво но перми я уже говорил белый шахан к сожалению не продается по вкусу это практически одно и то же но учитывая что шахан продается за сколько 55 сколько он стал 50 55 рублей а это стоит без скидки в пятерочке у нас стоит 130 я только раскошелился из-за того что я зашел и увидел его по скидке гигантской скидки там поэтому я его взял то есть ну смысла нету я разницы не вижу но только учитывая что там как бы не настоящие ну я имею ввиду вот это вот всю химию которая обманывает наши вкусовые сосочки а дать его ароматизаторы там всякая хрень как бы по вкусу вы разница не увидите нет она есть но не два раза цена то есть больше даже два с половиной раза цена большего этого пива а по это по стоимости а по вкусу отличие процентов 10 15 20 максимум вообще принципе кстати они плохо получилось что у меня совпало я не специально так получилось сделал неплохо получилось что я смог в один день в разницу там час два часа сравнить одно масс-маркетное белое и крафтовое белое пиво кислинка такая начале только там карбонизации шаха не было больше карбонизации ты долго будешь ходить ты сядь успокойся хватит жорс внимать в принципе неплохо без дефектов она не скисла да как бы могло показаться что срок вышел все дела то есть хранение у него было нормально ну пиво тоже хорошечное но возникает вопрос после вот этого шахана белого возникает вопрос а если смысл покупать вот это если вам нравится вкус белого пива например да смысл покупать это если есть альтернатива два с половиной раза дешевле мне кажется смысла нету что это было что-то у нас тут лопнуло жена тут шли ты можешь не шуршает петличка бутылка моя можешь успокоиться все я уже заканчиваю господи режиссер какой-то хреновый попался обычный режиссер кричит тишина в студии блять экшен и все дела игробовая тишина в студии а тут наоборот диверсант какой-то попался хватит ковырять носу шутка все в принципе с этим пивом разобрались годная года ничего плохого сказать не могу прямо вот ровненькое хорошее пиво это точно ну все на этом будет прощаться завтра уже увидимся завтра продолжим видно нет там кружку завтра будем продолжать дегустировать шахан вот как то так не болейте берегите себя будьте мать его здоровы и открывайте для себя новые стили пива это белая это вот какой-то промежуточный вариант между пшеничкой и как я уже говорил в шахане может вы не смотрели этот ролик а этот посмотрели еще раз тогда повторю что это промежуточная стадия я бы сказал промежуточная промежуточный стиль между пшеничкой и бланшем вот он вот и открывать для себя новые пивоварни crazy брюл порадовал с белым порадов вопросов нет все до завтра увидимся со следующим шаханом пока